Как не допускать скачков уровня сахара в крови, рассказали национальные и международные эксперты на конференции Валматы, организатором которой выступила Диабетическая ассоциация Республики Казахстан. В мероприятии участвовало около 100 человек. Среди них пациенты, врачи и общественные активисты. В Валматы состоялась конференция, приуроченная ко дню всемирной борьбы с сахарным диабетом. В профильной ассоциации говорят, такие мероприятия проводят ежегодно. Это могут быть конференции, это могут быть какие-то спортивные игры, это могут быть другие полезные для пациентов мероприятия. По статистике, почти полмиллиона казахстанцев страдает от диабета. Эксперты во всем мире не исключают, что реальное число больных может быть вдвое выше. Многие не догадываются о своем диагнозе, поскольку не сдают анализы. Врачи рассказывают, сложнее всего жить пациентам с первым типом этого заболевания. Им постоянно требуется инсулин. Первый тип диабета трудно предотвращать, как вы знаете, пока неизвестно, почему разрушаются клетки, которые вырабатывают инсулин. А второй тип диабета, как я уже перечислила, борьба с ожирением, борьба с малоподвижным образом жизни, правильное питание, занятие спортом, чтобы не было излишка веса. Специалисты отмечают ежегодный рост заболеваемости. Состояние пациентов усугубляется, если они потребляют алкоголь и курят сигареты. Медики предупреждают. В числе осложнений диабета – почечная недостаточность, ампутация конечностей и слепота. Денис Брагин, Алмаз Нурдос, КТК.